На власти Армении продолжают переговоры с вооруженными оппозиционерами, которые захватили здание ОВД. Уже целую неделю группа из 30 человек блокирует отделение полиции. Всех заложников отпустили накануне, но словики не идут. Наш штурм президент Армении призвал решить конфликт мирным путем. Наш специальный корреспондент Евгения Змановская побывала там, где находятся оппозиционеры. Чего они хотят и что будут делать дальше? Смотрите в ее материале. Вот на этом грузовом автомобиле члены группировки САСНО-ЦРР протаранили ворота полицейского участка. Посмотрите, вот здесь они были. Видите, остались только части. А стены сейчас под контролем. Членов группировки САСНО-ЦРР находится как минимум 6 зданий полицейского участка. Посмотрите, здесь стоит спецтехника, автомобили. Вооруженные люди из группировки САСНО-ЦРР контролируют целый квартал. Несколько зданий, спецтехнику. В их руках целый оружейный арсенал ОВД. Мы зашли к захватчикам после того, как они выпустили оставшихся четырех заложников. Двух рядовых полицейских, генерала и полковника, заместителей начальников полиции Еревана и Армении. Полиция выполнила требования САСНО-ЦРР. Как только в захваченном ОВД не останется заложников, они разрешат вооруженным людям поговорить с журналистами. У нас не было цели брать пленных, просто это стечение обстоятельств. Мы отпустили всех, обращались с ними как с братьями. Мы будем здесь до победы, столько, сколько потребуется. Нам просто жалко будет стрелять в наших соотечественников, наших братьев. Мы все-таки считаем армянами, мы не воюем против них. Уже на месте, на повышенных тоннах, один из радикалов потребовал оставить нас наедине с ними, без сопровождения правоохранителей. В руках автомата на голове флаг Армении. Захватчики прогуливаются по территории полицейского участка. Мы насчитали около 30 вооруженных людей из группировки САСНА-СРР. Это тех, кого только мы видели. Без штурма, без единого выстрела, все оставшиеся заложники вышли из ОВД. Благодаря трехдневным переговорам генерала Виталия Балацаняна, героя Карабахской войны. Все будут задержаны, но это не значит, что амнистии не будет со стороны президента. За цепление впустили родителей двух захватчиков уговорами, слезами. Они просили сыновей сложить оружие и вернуться домой. Вот, отец, посмотрите, еще два раза инсулки, факт. А кто будет посмотреть? Еще бабушка 82 года, дочка у меня 7 лет. Я не знаю уже, с том отхожу. Как думаете, он послушает вас, вернется? Ну, конечно, должен убить. Он в армии не был, они служили. Глаза не видят, вот, дайте телефон, вот так будет смотреть. Я не понимаю, что он здесь делает? Его места не это. Послушай меня, я тебе говорю, оставь оружие. Ты для кого живешь? Для меня, что ли? Оставь оружие и возвращайся домой. В семью они не вернулись, а остались со своими единомышленниками с оружием в руках. Первые выстрелы в районе Эрбюни прозвучали 17 июля, около 6 часов утра. Улица Хоринацы, окраина Еревана. Район полностью отцеплен силовиками. Не пускают ни журналистов, ни местных жителей. Все дороги, ведущие к этому кварталу, за двойным кордоном из КАМАЗов. Причина – захват заложников в здании полиции. Пока есть возможность разрешить эту ситуацию переговорами, мы не будем начинать штурм. Вооруженная группа на грузовике таранит ворота полка ППС. Ереваной открывает стрельбу. В перестрелке погибает полицейский. Четверо ранены, девять оказываются в заложниках. Один больной находится в хирургии со слепым ранением предпечья. Состояние удовлетворительное. В общем-то, можно уже подготовиться на амбулаторное лечение. Второй больной у нас находится в реанимации с ранением почки и пёстой кишки. Состояние тяжёлое. Раненых захватчики отпустили. Правда, в обмен на замначальника полиции Армении Вартана Егиязаряна и ереванской полиции Валерия Осипяна. Оба известны по переговорам с оппозицией на Электро-Ереване год назад. Спустя два часа появляется первое видео с захватчиками. В интернет его выкладывают сами вооружённые радикалы. На этих кадрах лишь пятеро из тридцати. Ведут себя спокойно и расслабленно. Захватчики предупредили. Их соратники готовы убить заложников. Переговоры продолжаются целый день. Мегафонов, полицейские, психологи, политики и общественные деятели. В данном случае ситуация очень локализована. И поэтому все силы, абсолютно все, должны бросить на то, чтобы не было дальнейшего не просто кровопролизия, а просто капли крови. Захватчики назвали себя отряд САСНАЦРЭР. Там как ветераны Карабахского конфликта, так и молодёжь. Требования радикалов. Смена действующей власти и освобождение из тюрьмы их соратника Жирайра Сефеляна. Он был арестован за незаконное хранение оружия, подготовку вооружённого захвата административных зданий и Еревана. Каждый вечер к зданию захваченного полка ППС приходят сотни сторонников оппозиции. Выступают в поддержку радикального отряда. Поздним вечером 21 июля сторонники оппозиции набросились на бойцов в отцеплении. Срывали с них шлемы, отбирали пульнепробиваемые щиты. Полиция вынуждена была применить шумовые гранаты и создачевый газ. В результате полсотни пострадавших. 28 из них полицейские. Свыше 130 митингующих задержаны. Прошу, вызовите скорую. Между оппозицией и рядами полицейских встали священнослужители. Если кто-то что-то хочет, то нельзя злом, если он считает, что что-то есть злое, где-то в мире, в городе, нельзя это зло искорить злом, другим злом. Пятый день переговоров. Пятеро заложников освобождены, ещё четверо остаются внутри. Контакт с захватчиками теперь у генерала-майора в отставке Виталия Баласаняна. Он специально приехал из Карабаха. Пользуется авторитетом как у силовиков, так и у радикально настроенной оппозиции Армении. Был командиром добровольческого отряда, затем батальона. С января 1992-го участвовал в оборонительных и освободительных боях. Тем временем, армянский лидер Серж Шарксян призывает захватчиков сложить оружие, обещая, что переговоры продолжатся в конституционном русле. Заложники должны быть освобождены, вооружённая группа должна сложить оружие. Дальнейшее разрешение ситуации будет происходить при строжайшем соблюдении Конституции Армении и законов. Все попытки личного сведения счётов будут пресекаться силой закона. Предложение захватчики проигнорировали, но удалось решить вопрос с поставкой продуктов радикалам и заложникам. Эту миссию может возглавить отставной генерал-майор Баласанян. Оппозиционеры ему полностью доверяют. Силовые действия могут привести многим жертвам. Я думаю, что мы должны делать всё, чтобы ситуация не развивалась в этом направлении. Погибшего при захвате отдела ППС полковника Артура Ванаяна похоронили со всеми воинскими почестями. Медалью за отвагу он награждён посмертно. Евгения Азмановская, Тигран Гаспарян. Армения. Live.